Дорогие друзья, здравствуйте. В студии Лиза Калинина. Наука и технологии. Наша программа. И в гостях наш уже, наверное, постоянный эксперт. Константин, здравствуйте. Профайлер, эксперт научно-исследовательского центра корпоративной безопасности Константин Митрошин. И мы выбрали такую тему. Константин, проконсультируйте нас, пожалуйста. Эмоциональное выгорание и... И под вопрос. Почему это очень опасно для жителей мегаполисов, больших городов? Ну, понятно, суета, стресс. Суета, стресс, приближающиеся праздники. Девушки, дамы, с наступающим вас праздником. Лиза, тебя тоже с праздником. Спасибо большое. На четыре дня выходных как раз эмоциональное выгорание будет снимать. Ну да, очень много скорее информации. То есть об этом сейчас многие специалисты говорят. То есть в первую очередь о том, что нам, как человеку, приходится переживать постоянно очень много обновлений различных. То есть эволюция социальная, она идет быстрее, чем какие-то наши биологические моменты. Мы меньше спим, хуже едим, больше работаем, постоянно много различной информации. Ну то есть это заметно на разных этапах. Причем проблема, она скорее такая отчасти... Ну то есть ее преувеличивают, можно так сказать. То есть прям, что она совсем какая-то не решающая. А что это такое вообще, если определиться с понятием? Что это такое эмоциональное? Это момент, когда, по сути, у человека с точки зрения эмоционального интеллекта, эмоционального состояния, ему, ну грубо говоря, ничего не хочется, мне все лень, я ничего не знаю, ничего не понимаю. То есть, по сути, это термин, когда эмоции достигают какого-то момента такого нулевого состояния апатии. То есть я ничего не хочу, мне ничего не интересно, и вообще отстаньте от меня все. А если наоборот какая-то тревога, беспокойство, Да, это вот туда же, да, то есть это тревога, депрессивность какая-то, может быть, апатичность, либо, наоборот, очень, да, контрастные эмоции, это тоже отсюда. Потому что у нас очень много эмоциональных различных стимулов постоянно, да, то есть мы получаем и информацию, да, много, и вот этих переменчивых всех моментов. И, по сути, эмоциональное выгорание в чистом понимании – это то, когда, по сути, наш эмоциональный интеллект перестает адекватно, да, там, оценивать себя, оценивать происходящее событие. То есть все кажется, там, либо слишком негативным каким-нибудь, неинтересным, да, там, пустым просто, да, там, безысходным каким-то, вот. И, то есть у человека начинается примерно такой момент, а чего я вообще хочу, да, к чему я вообще стремлюсь, иду. Ну, то есть это естественный, порой, процесс в течение жизни, да, когда возникают какие-то кризисы, да, в момент это абсолютно нормально. Но проблема все в том, что порой это затягивается, и основная проблема в том, что человек не понимает зачастую, что с этим делать. И все. А то есть вот когда это состояние происходит. И если мы сделали такую под тему мегаполис, усиливать это состояние, да, большие расстояния, постоянно чувство, что ты опаздываешь куда-то. Динамика, да, вот сама по себе, да, то есть вот любой там рабочий день взять, особенно у человека, который очень много перемещается, да, даже взять, если это сотрудник офиса, да, то есть вот вроде кажется, да, там вот сиди и работай, да, вроде так просто. Но при всем при этом у тебя здесь звонок, здесь коллега, там начальник, здесь, соответственно, семья, там еще кто-то, да, то есть друзья. И вот постоянный какой-то момент непонимания, за что хвататься. Отсюда идет постоянно такой момент изначально откладывания чего-то, да, человек начинает на эту тему страдать. То есть есть последовательность какая, вот событие объективное какое-то, наше на него реакция. Мы, например, ну вот что-то происходит, начальник говорит, там, делай быстрее. Мы такие, так, там, тревога, да, надо как-то мобилизоваться, быстрее делать. И тут же прилетает такой момент, а я не успею, да, то есть оценка идет, помимо, да, эмоционального состояния. И начинается то, что я не справлюсь, я плохой, и вообще мне все надоело. И вот момент этого, он накапливается, 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 все такое серое. И, соответственно, вот привет эмоциональной выгорании. И наша тема сегодня эмоциональное выгорание. Эксперт Константин Митрошин. Константин, вы перечислили симптомы основные. Человек осознал это сейчас, услышал. Услышал, что делать. Да, что теперь нужно с этим делать, ну или какие-то рекомендации, какие шаги первые. Во-первых, тут момент того, что, почему я вот сказал, да, о том, что проблема несколько может быть травматизирована. Потому что сейчас эту данность стоит принять как факт. То есть оно у нас никуда само не денется. У нас такой ритм жизни. Такие условия. Скорость, да, там, передвижение, большой город. Особенно, да, если мы там говорим про мегаполис Москвы, там, или с большим населением, да, в целом. То есть ритмика, она никуда не денется. Вы не достигнете резко какого-нибудь там состояния, умиротворения, такого ослабления. Да, ослабление, дзена, да, то, что вот все, прям все замечательно. Скорее, момент в том, что если вы понимаете, что у вас есть какие-то признаки того, что эмоций не хватает, либо, да, они слишком шкалят порой, да, то есть сам момент вот этого эмоционального состояния вызывает апатию, то первым же шагом является, по сути, такой момент, ну, осознания, осознанности как таковое вообще этого направления, понимания, а вот почему меня именно вот эта часть растраивает, почему выгорает, чего мне не хватает именно. Вот, потому что по факту человек, существо, с точки зрения физиологии, достаточно простое, то есть нужны какие-то базовые абсолютно вещи, получение которых определяет там комфортное состояние. Это сон, еда, да, момент там отвлечения, близкие люди, да, то есть все, что относится, по сути, там, к элементарным гормонам, да, да, то есть это дофамины, серотонина, экситоцина, вот, кстати, может, кому полезно будет книжку, интерес почитать, да, там, «Гормоносчастье» она называется, там вот эта вещь подробно порой разбирается, да, почему человеку того или иного в современном мире не хватает. И, соответственно, исходя из этого, вот, а чего мне хочется? Потому что наш такой внутренний ребенок, где-то, да, там, в глубине нас, он говорит, вот я не хочу там отчет писать, я хочу там, не знаю, киношку посмотреть, сериальчик там. Пообщаться. Да, пообщаться там мне интересно. А, как бы, взрослый такой, да, там, говорит о том, что нет работы, там, соответственно, вот сейчас тебе премию там не выплатят, и вообще ни в какой отпуск не поедешь, будешь там еще, соответственно, сидеть до полуночи каждый день, а то и дольше. То есть первый момент – это банальная культура в отношении собственного тела, физиологии. То есть сон – самый такой принципиальный момент. Причем это не количество, а качество сна. Вот очень много можно встретить, да, вот этих моментов, что человек должен спать обязательно 8 часов. Это, ну, не то, что один из мифов, это, скорее, несколько такое понимание однобокое. 8 часов является, вроде как, ну, достаточным для высыпания. Но при всем при этом, во сколько мы ложимся, допустим, если вы ложитесь в 2 и просыпаетесь там в 10, то качество этого сна, оно практически минимальное, потому что спать надо в темное время суток, да, то есть организм расслабляется в темное время суток, при полной темноте. И плюс это у каждого абсолютно по-разному работает. Вот по себе я знаю, да, мне 6 часов достаточно. Ну, если правильно лечь. Да, если правильно лечь. То есть вот я ложусь там, допустим, в 11, и все, соответственно, мне вот 6 часов будет нормально хватать, я буду чувствовать себя, буду. Если я лягу там, допустим, уже после 12, то я проснусь в 8, поспав даже, может быть, больше, уже буду такой... Что значит хватает? Ты просыпаешься бодрым? Да. Ты чувствуешь себя по-другому, да? Да, чувствуешь по-другому, и вообще организм должен сам просыпаться. А мы просыпаемся как по будильнику, еще при этом 15 раз его там, соответственно, откладывая. Итак, сразу запоминаем, первый шаг – это наладить свой режим. Вот при эмоциональном вогорании... Не только сна. Не, режим вообще имеется в виду питание. Вообще режим. Путин в советской санатории, здесь все налажено. Не, ну, санаторий – это, конечно, такая тема. Да, вроде, с одной стороны, все делают, все хорошо, а с другой стороны, как бы, нам интересно в этом моменте-то находиться. Ну, да. То есть эмоциональное вогорание еще чем характеризуется часто? У человека пропадает интерес вообще к тому, чем он занимается. Понятно. Общению, там, какому-то хобби и так далее. Мы продолжим скоро. Группа ВКонтакте, страна IFM, задавайте свои вопросы. Мы говорим сегодня про эмоциональное вогорание, о жизни в мегаполисе, в частности. У нас в гостях Константин Митрошин. Эксперт, коротко. Эксперт-профайлер, да. Итак, наладили режим. Первый шаг, я напоминаю, да, наладить свой режим. Режим физиологии. Физиологии, да. То есть питание, да, там, какие-то моменты, двигательная активность. Вот, да, самый такой важный момент тоже мы сейчас в период коснулись. То есть вообще, если организм двигается, развивается, то есть он чувствует, что ему надо держать себя в тонусе, в бодрости, да, то есть это тоже подтягивает естественное настроение и все остальное. Но тут включается другой момент. Вот вчера с одной девушкой общался, она такая, и ей вопрос задают, а вот как вы там к спорту относитесь? И она такая говорит, вот у меня есть там абонемент в спортзал. Я такая, хорошо, абонемент есть, сколько раз вы ходили? Ну, я вот планирую начинать. Да, то есть, как бы там такой момент. Это просто, ну, она шутила, да, естественно, там, таким моментом. Но фишка вся в чем? Мы можем бесконечно это откладывать, и когда мы начинаем жить понедельником или жить Новым годом, или там еще чем, днем рождения, то есть мы никогда не начнем. То есть начинать надо вот условно, да, вот вы понимаете, что у вас проблемы, все, вот прямо сейчас надо начинать. Да, то есть вот эта прокрастинация бесконечная, она так и будет продолжаться, потому что организм говорит, копии ресурсы, откладывай. Что ты вообще, зачем тебе напрягаться-то, да? Будет больше проблем. А, да, раз и сделай, да? Да, то есть вот именно фишка в том, что не мотивация, а дисциплина. То есть вот она, это тот момент, который мышление гораздо эффективнее работает, да? То есть вот у нас там, возьмем нулевые, например, там было очень много, или там начало, да, десятых, когда то, что вот мотивация, замотивированный, ты там, надо накачать мотивацией. Мотивация — это временная штука, да? То есть можно послушать, не знаю, эфир Тони Робинсона, какой-нибудь, да, там специалисты еще, и таким замотивированным в новую жизнь рвануть. Два дня, соответственно, ей пожить, а потом какой-нибудь стресс внешний вызовет обратный, как бы, такой момент, да, ко всему этому. И, по сути, снятие вот этого эмоционального горения, оно не произойдет. А как ты знаешь, что у тебя по неделе, кстати, тренировка, 8, например, и все? И это как обязательная программа, да? Да, и вот вплоть до того, что надо себе какой-то момент как плюс приводить, да, то есть полезную привычку встраивать, так и отрицательно. Вот у меня, да, там за последние где-то, ну, месяцев 8 я себе очень четко этот момент ввел, что одна положительная привычка, там буквально, ну, это не обязательно, я не привязываюсь к месяцу, да, то есть там где-то 2-3 недели обычно уходит, и убираешь что-то одно отрицательное, да, то есть прям вот чего я исключаю там из собственной жизни. Вот, и тоже вот у нас эксперты-специалисты, да, в нашем центре, у них тоже, соответственно, у каждого, да, понятно, там свои какие-то фишки, кому-то что-то больше нравится, но все четко понимают, что без работы вот именно на плюс, на минус не будет происходить никакого-то, да, там роста общего лично. Ты так и останешься в каком-то, да, вот этом состоянии, а когда же оно все поменяется, когда же что-то произойдет. А то есть, на примере, ну, вот как я уже сказала, в среда, понедельник, 8 часов тренировка, это положительная. Да. А отрицательная... И что-то должен убрать, да? Да, то есть что-то убрать, ну, элементарно там какой-нибудь, вот я там съедаю две плитки шоколада, или вот курю там, не знаю, пачку сигарет в день, да, то есть сокращаем там потихоньку, да, то есть некоторые как делают порой, жизнь начинает резко менять. Ну, это обман, вот часто две привычки положительных ты ходишь. Почему? Ты от чего-то отказываешься, нет, это момент именно, ты отказываешься, да, по факту. Да, да, да. Да, то есть плюс еще такой момент, кстати, вот, который важно всегда отмечаю, не надо резко менять собственную жизнь. То есть не надо там все, там, бросаю курить, бросаю пить, есть там, не знаю, сладкое на ночь, и, соответственно, и завтра еще бегать в спортзал, вечером у меня там, не знаю, джиу-джитсу какой-нибудь, да, и все. На запале на каком-то, да, там, один-два дня, потому что опять же хватит, а потом сработает такой момент, что-то как-то перебор, ну, ладно, хорошо, одну сигарету можно. И старт на пережу. Где одна, там вторая, да. А там еще переженка и заесть, это делай, и все нормально. То есть все как бы постепенно, вот один на один, это хорошо. То есть лучше вот как бы можно выписать там негативные моменты, от которых хочется отказаться, да, то есть которые мы не заканчиваем. Это вот, кстати, дальше можно поговорить, да, что эмоциональное выгорание часто вот из-за того, что мы не заканчиваем какие-то процессы, да, то есть вот важный такой момент, что мы для себя выписываем какие-то моменты, что бы мы хотели доделать, что бы мы хотели начать, что бы хотели изменить. И вот что-то одно, там, два выбираем, да, потому что наша нервная система, она всегда, да, под какими-то стимулами, воздействиями. То есть вот, например, там, полезной привычкой сокращаем соцсети, например, да, там негативные, тоже можно такой момент внести. Да, мы сейчас прервемся ненадолго. Друзья, я хочу еще раз напомнить наши контакты 909-928-189-9 в WhatsApp Viber. Группа ВКонтакте «Страна.ФМ». Вы можете задавать свои вопросы. Пока у нас есть такой замечательный эксперт, пользуйтесь моментом. И мы скоро к вам вернемся. Оставайтесь с нами. Наша тема эмоционального выгорания сегодня. Мы продолжаем. Наука и технологии. Лиза Калинина в студию. У нас в гостях профайлер, эксперт научно-исследовательского центра корпоративной безопасности Константин Митрошин. Эмоциональное выгорание. Жизнь в мегаполисах вообще сложна. Мы несколько шагов разобрали. Становились на обязательной двигательной активности. Как относишься с ними? Да. И у меня такой обывательский вопрос, Константин. Вот смотрите. Человеку все равно нужно найти что-то свое. То есть методом проб и ошибок он должен найти себе тот вид спорта в данном случае. Тот режим питания, сна, который подходит ему. Но он должен перепробовать, да? Да. Ну то есть по-другому. Не так вот мы сказали, все, жри так. Вот этот специалист тебе поможет. Да. Ну то есть это как бы не решит проблему действительно. Одному эти техники там подходят, другому они совершенно могут наоборот. Я почему просто спрашиваю? Потому что когда человек в принципе в таком состоянии эмоционального выгорания, если ему какой-то специалист не подошел, он может бросить, сказать, все, это не работает, это все ерунда. Это все мне не подходит. И вообще то, что говорят, это бред. Да, то есть там я как бы не хочу даже... Или вот еще часто бывает такая позиция, потому что у меня нет никаких проблем. Да, то есть окей, то есть если вы довольны собственной жизнью, ну то есть вы прям четко можете себя сформулировать, меня прям все устраивает, абсолютно все моменты. Хорошо, так никто и не прикапывается. И никто никому никогда не должен навязывать. То есть вообще, кстати, вот этот момент тоже надо у себя убирать порой, да? Когда начинать там другим что-то рассказать. Вот у тебя проблемы там, вот я же вижу, ты страдаешь. Вот иди там к Васе, он там тебе поможет. А, это я. Да, то есть момент скорее то, что вот по ощущениям. То есть смотрим в этом плане на себя. И, к сожалению, да, надо пробовать. Если, соответственно, не подошло, и мы такие, ну все, это не про меня, я безнадежен или там не хочу и все, да, там заканчиваю, то задайте себе вопрос в следующий раз, через какое-то время, скорее всего, снова возникнет это состояние, когда захочется что-то поменять. Да, то есть вот именно. Причем что-то поменять, что? Машину, квартиру, не знаю, там, жену, мужа, место жительства и так далее. И мы вроде меняем, и кажется, вот все, теперь все, все, жизнь наладит. Заживем, заживем. А потом какое-то время проходит, и так, стоп, опять не то, надо что-то другое. Да, то есть и тут вот момент именно поиска, он связан с тем, что надо видеть, мерить результат очень четко. Потому что сейчас много и шарлатанов, естественно, на всем вот этом рынке саморазвития, каких-то там тренингов личностного роста и так далее. То есть легко можно попасть на непрофессионалы, которые сам эти проблемы не решили, да, какие-то. То есть, да, как бы вот такого стопроцентного святого тоже тяжело. А как, то есть идти по рекомендации или попробовать что-то не то почувствовать? Личный контакт. Вот, то есть всегда идет на момент, там есть, конечно, тоже обратная сторона, да, то есть личный контакт, не то, что вам нравится, вы прям впечатлены человеком, да, потому что так порой вербовщики в сектах работают, да, тоже от них такое обалдевание идет, какой классный специальник. Скорее то, что комфортно, человек сам не нарушает личные проблемы, плюс вы видите, что этот специалист, то, о чем говорит, он либо решил в каком-то объеме, да, то есть либо там, да, вот как бы в этом очень четко. Потому что я вот очень часто вижу там где-нибудь в контакте, да, что-нибудь какую-нибудь цитату в духе начинающий психолог, я вам там помогу, соответственно. Ты смотришь на человека и понимаешь, что он сам там думает, как бы ему не уснуть там где-нибудь, да, и, соответственно, сказать нашим слушателям и зрителям, что Константин Антополитов сейчас все. Сразу же поймет, кто есть, кто. Приходится, да, поработает. Вот, то есть, ну, и вот этот момент, то, что помогать надо людям лезть только тогда, когда вот в своей сфере эту проблему решил. То есть не надо никогда человеку навязывать добро, не надо никогда навязывать там какое-то учение, да, потому что вот некоторые так, вот я там изменю твою собственную жизнь, давай там все ко мне, я вот знаю, как это правильно решать. Да, по факту-то никто не знает, да, то есть как бы как что решать. Это чисто опытный путь, который все проходят. Но таким образом мы должны сказать, что эмоциональное выгорание легче лечится, то есть со стороны, то есть сам человек не всегда может справиться. Почему? Это как, это два пути. Да, то есть можно двигаться с одной стороны и с другой, да, то есть как бы навстречу, по сути. Это когда с задачкой по математике вот двинулись навстречу, как они, естественно, быстрее встречаются, чем кто-то один, да, там будет идти. Вот, то есть фишка вся в чем? В том, что некоторым порой комфортно самим собой, то есть никакие там специалисты, не дай бог, да, там какие-нибудь, скажем так, мозгоправы там или еще что-то, таблетки, антидепрессанты, они кому-то вообще там только вредительно, да, эффектно скажут. Кому-то нужен один вообще просто совет. Он что-то прочитал в книге и понимает, да, вот оно, да, вот оно мое решение, мне вот это нужно. Поговорил с человеком, услышал где-то еще что-то. А кому-то в системе надо пробовать, да? А кому-то, да, вот ему нужен постоянный какой-то момент. Кому-то проще работать в группе, например, да, когда есть так, я отстающий, надо со всеми вместе идти. Или кому-то, да, там нравится быть впереди всем. Тоже себя надо в этом плане понимать, да, то есть у нас у всех нервная система разная, мы по-разному заточены. Кому-то хочется там больше признания внимания, кому-то там какой-нибудь порядок структуры. У нас сейчас небольшая музыкальная пауза, друзья, Юлиана Караулова просто так. Не знаю, есть ли у Юлианы эмоциональное выгорание. Сейчас кто-то посмотрит. Сейчас споет, послушаем. И скажет там вердикт. Эмоциональное выгорание, нам не до тепла. Надо разобраться, что делать. Так, у нас поступил вопрос в студию. Еще раз, как человек должен понять, что ему пора? Пора. Правильный вопрос? Что пора? Пора. Звоночки. Ну, момент на тему. Первое, что обращаю внимание, когда вот что-то хочется, а непонятно чего. То есть это вот как бы такой момент. То ли там поесть, то ли поспать, то ли жизнь поменять. То есть когда такая актуальная тревога накапливается, то есть постоянное беспокойство. Одиноко. Да, одиноко. Когда не можешь попросить. То есть вот такой фатализм некий, что что-то приближается, что-то там произойдет. Мы постоянно чего-то ожидаем, что вот оно резко как-то либо поменяет нашу жизнь, что-то внесет. Первый момент. Второй момент, когда начинаются различные вот эти перепады эмоциональные. Зима близкая все, да? Зима близкая. Зима заканчивается. Закончилось уже, да? Да. Вот. То есть, соответственно, второй момент, когда начинается что-то в духе, вот именно вы понимаете, что раньше это вызывало эмоции, теперь не вызывает. Вы не знаете, откуда их черпать, да, то есть получать. Когда начинается примерно такой момент на тему того, что попытка схватиться за что-то, да, как за спасательный круг, да, то есть чтобы что-то вот это изменило мои проблемы. Решило прям раз и навсегда. Не бывает волшебных таблеток. Никто не решает проблемы, да, вот так. То есть это время. Время. Да, к сожалению. Что? Я не хочу сказать, что в поиске все вот этого, что раз и все. Ну, это естественно, это тоже определенный там момент мышления. Мозг всегда хочет быстро, чтобы не затрачивайте ресурсы. Да. Потому что, когда все узнают, как, там надо что-то делать, там, ну, вытаскивать опять же себя. Да, ну, конечно, спасение топающих – дело рук самих в топающих. Это правда. Да, то есть и первый момент, вот именно то, что мы отметили, да, там, вот это поменялось, это поменялось. Хорошо. Следующий момент, когда мы начинаем замечать, что у нас очень много системных расстройств в жизни, да, то есть что-то начинает, например, отношения с близкими летят просто, да, прям начинают сыпаться. Отношения на работе, да, то есть в коллективе взаимоотношения. И все одновременно, да? Да, да, то есть вот какой-то пик он наступает, и как будто все, вот оно просто, да, как говорят, там, жизнь сквозь пальцы куда-то проходит. Да, то есть вот такой момент. А что, а за что хватает? А еще, мне кажется, вот такое состояние, когда ты все время в зале ожидания. Ты ждешь, вот что-то должно случиться, а оно все не случается. Оно не происходит, да, и непонятно что, да. Да, да, да. Вот, и тут, соответственно, что еще можно выявить таким ярким звоночком, когда начинаются вот моменты истории с психосоматикой, да, то есть это вот когда психология сама начинает переходить в физиологию, да, то есть системные простуды, причем вот просто, да, там, человек переболел, там, он с постоянным насморком уходит, да, там, с кашлем и так далее. А какие-то моменты формируются постоянно, вот чуть что там, стресс, какое-то малейшее ощущение приближения чего-то там негативного, все тоже сразу там заболеть и так далее. Потому что очень много всех этих историй, да, психология уходит в физиологию, да, то есть вот это, тут привет такой присутствует в этом плане, да, то есть это тоже надо отслеживать, если все резко начинает накапливаться. Это значит, что где-то надо себя расслаблять, да, то есть себе дать вот именно момент такой, не плане того, что на диване полежать, да, это, кстати, очень такая пассивная тема борьбы с проблемами, да, то есть. Как вот шутят, да, там, много диванных экспертов, да, то есть те, кто с дивана что-то советуют. И вот диванный отдых, он примерно такой же, да, то есть он не решает порой проблему. То есть фишка вся в том, что, да, то есть вот я там, например, в студенчестве ездил в археологические экспедиции. Месяц просто убиваешься, там, в 5 утра подъем, с 6 ты там до 2 на раскопе, физиологически тяжело, но это самый лучший отдых в моей жизни был. Потому что ты вот на этом контрасте, ты там выпахался, потом в море покупался, вообще отлично. Ну, умственно, физически такое. Да, и то есть это вот прямо самый отличный образ. И еще такой вопрос у нас, минута остается буквально, вот если человек начал делать эти шаги, но простуда не проходит, настроение иногда накрывает, это как путь выздоровления, но человек продолжает, там, я не знаю, ходить на массаже, спортом занимается, пытается нормально есть, ну, как бы вот что-то начал делать. Нет, несколько моментов. Первый, это если мы понимаем, что ничего долго не меняется, а долго меняется, не меняется, это там 2-3 месяца, да, то есть вот мы не чувствуем никакого ощущения изменения, может быть, это не наше. И второй момент, после начала всех вот этих изменений становится хуже. Ужас какой, хуже в смысле эмоционально. Чаще всего, да, то есть происходит примерно такой момент, что у человека это как будто всплывает на поверхность, да, и идет такое, да ну, эти все специалисты тут ерунды наговорили, пойду полежу. Напьюсь, напьюсь. Да, напьюсь. Полежу. Ну, напьюсь, да, на рабочий день последний, да, перед тайником. Друзья, у нас абсолютно небольшая пауза, реклама, 40 секунд ждите, и мы продолжим наши шикарные, интереснейшие разговоры. Группа ВКонтакте, страна АФМ, задавайте свои вопросы, пишите. Итак, Константин, вот мы все эти шаги начали делать, которые вы порекомендовали нам. Какой должен быть, ну, промежуточный результат? То есть положительная динамика в этом случае какая? Да, положительная, вот то, что уже, да, там, момент подмечал, становится лучше самим собой. Вот в гармонии, да? В гармонии, да. Ты не цепляешься ни за кого, а тебе самим собой хорошо. Да, вот именно, что перестаешь там себя ругать или еще что-то, да, то есть проблема возникает, и ты понимаешь, да, это, ну, вот, часть меня, часть, там, моей личности. То есть я это могу там принять, да, то есть опять же вот про осознанность. Я просто еще почему сказала не цепляться за других, потому что я заметила, когда девушки в кризисе, они часто начинают этот бесконечный разговор по телефону, не могут вообще самим собой находиться. Ну, у мужчин тоже такое бывает, да? Да, ну, вот может быть. Ну, это какая-то уже неадекватная история, когда вот бесконечно ты не можешь самим собой быть один. Хочется на другого нагрузить проблемы. Причем, кстати, часто срабатывает, когда человек сам начинает работать над собой. Вот есть эта теория про крабов в бочке, да, что вот он один начинает вылезать, его все остальные обратно, да, соответственно, куда-то полез там без нас. Вот, и часто возникает такой момент, человек с собой работает, он такой, так, все, вот, мне стало комфортнее, мне стало лучше. И тут же появляется какой-нибудь там в окружении такой, а, тебе лучше стало, типа, пойдем, помоги мне туда залезть, да, и по сути его стаскивают обратно. Как апокалипсис, да? Да, да, ну, наверное, так. Тянуть. Да, вот, то есть тут срабатывает такой момент, что порой, как бы, подождите, ребят, дайте мне с собой, да, там, ну, приходится какие-то отношения, да, естественно, там, отдалять, то есть, как бы, понимать, что это тянет реально. У некоторых, наоборот, срабатывает, так, надо ему помочь, да, всем надо помочь, и этому, и этому, и этому. Да, 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 да. Вот, то есть, ну, это тоже, кстати, от характера человека, естественно, зависит. Вот, и тут... Но это надо делать, когда есть сила у самого, да? У самого, и когда есть понимание, желание именно помогать. То есть это не в духе, там, надо, да, вот так, это там, плохо ему, сейчас я приду, помогу. А когда это именно искренний такой момент отдавания чего-то? Потому что если это не искренний момент, да, то есть что-то в духе, там, обязаловки, то, соответственно, человек сам себе некомфортно, опять же, делать. Еще по поводу, вот, какие там промежуточные моменты у себя отметить. Что-то начнет негативно отваливаться, вот, причем, это может как сразу начать происходить, и мы просто не будем это замечать. У меня, кстати, один очень близкий знакомый, да, как раз, который очень много работает с осознанностью, там, с медитацией, как раз, вот, Стас Атман, да, там, принес тобой разговоры впервые. Да, то есть вот он очень хороший образ порой привел. Вот что, по сути, изменение, это как камень и вода. Что вода, вот, соответственно, камень постоянно, да, она его, по сути, омывает, и мы же не сразу видим, что камень меняется, он меняется постепенно, вот, если мы на него, да, будем смотреть. Накопительный эффект. Да, то есть мы сразу такие, а, вот, на второй день все, мне стало легче. Это произойдет постепенно, но в какой-то момент мы это заметим, да, то есть что вот оно как бы в чем-то меняется. Ну, хорошо, а одновременно с этим, как понять, что специалист не твой? Какой мы должны дать этап, не знаю, период времени, чтобы понять мое, не мое? Тут все индивидуально, то есть нет какого-то, да, там, условно, так вот две недели я там его тестирую, и потом все, да, нет результата, нет такого. Тут скорее момент в том, что вы понимаете, то есть вы понимаете, как специалист работает, да, вот, то есть именно вы, вам не претит то, что он там, в принципе, да. Не раздражает. Да, сам не раздражает, не раздражает его какое-то поведение. Хотя иногда порой это может в процессе терапии какой-то, в принципе, происходить. Что у вас нет такого отторжения какого-то, или наоборот, то есть ярких эмоций, там, влюбленности какой-то, да, вот бывает порой, да, там, специалист, там, на гендерах, да, то есть когда такой, оу, он такой беспроблемный, дай-ка я в него влюблю сейчас. Беспроблемный. Да, вот, и как бы тут момент того, что это тоже... Это здоровый мужик психически. Да, это нездоровый момент тоже, как бы это, да, такое вот созависимость формируется. Ой, он решит мои проблемы, будет меня дома постоянно сидеть и их решать. Это как паразиты, да, как перит на дерево. Это скорее как попытка переложить ответственность своих проблем на другого человека, да, то есть то, что, а, вот смотри, ты умеешь с ними справляться, а я нет, вот, давай там, соответственно, решай. Вот. Тут скорее момент, ну, психологически надо быть готовым минимум три месяца. Ну, это прям самый-самый-самый. То есть у меня вот какие-то вещи, да, там, через полгода срабатывают. Вот, какие-то моменты я отмечаю, вот, там, неделя прошла, и вау, там, что-то там для себя полезное. Плюс постоянно какие-то новые вещи пробую, да, то есть смотрю, ага, вот, это комбинация, вот, допустим, там, не знаю, там, какой-нибудь телесных практик каких-то и там с москвами. То есть самое, вот если мы говорим о скорости, самая эффективная работа комплексная. Комплексная, естественно. Выкладывайтесь и в режим, и в специалисты, и в массажи, и туда, и туда, и тогда у вас все налаживается сразу. Да, то есть мы смотрим, да, то есть никогда нельзя чему-то одному давать всю ответственность за инструмент, да, то есть при этом часто срабатывает примерно такой момент привязанности к инструменту. Все, вот он мне помог один раз, и я буду на него там теперь как на воду дуть, он мне всегда будет помогать. Ой, Константин, спасибо огромное, замечательный эфир. Друзья, я надеюсь, что вам это поможет, четыре дня праздника впереди выходных дня, да, надеюсь, что-то попробуйте. В гостях у нас сегодня был Константин Митрошин, эксперт-профайлер, спасибо вам большое. Увидимся, услышимся, пока, спасибо огромное. Всех наступающим, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok